Вспомните, как стояли парты в вашей школе, как стояли столы в университете. Похоже? Есть один выступающий, и все внимание класса должно быть сосредоточено на нем. Отвлекаться нельзя, разговаривать нельзя, смотреть в окно нельзя, потому что все внимание должно быть на учителя, который стоит у доски и объясняет материал. Ученики смотрят в спину друг к другу и выполняют задания учителя. Давайте поставим стулья по-другому, например, в общий круг. Здесь уже все видят глаза всех. Можно поднять руку, и все увидят, что ты хочешь что-то сказать. Кругу нужно договариваться о правилах, чтобы уважать право каждого на высказывание. В этом кругу учитель скорее модератор, организатор дискуссии. Давайте еще раз переставим стулья. Пусть будет несколько кругов, и дадим каждой группе задания. Есть задача, команда ищет решения, собирает информацию, проводит мозговые штурмы, учится договариваться внутри себя. Какую роль здесь играет учитель? Он придумывает задания, помогает договориться, подсказывает ходы и стимулирует командную работу вопросами. Как по-разному приходится действовать педагогу, а ведь мы всего лишь стулья переставили. В медиа все точно так же. Журналист газеты не видит лиц своих читателей. Телеведущий не знает, что вы делаете на кухне, пока он рассказывает вам о важных событиях дня. Газета и телевизор предполагают, что вы будете сидеть друг за другом и смотреть. Читать то, что для вас подготовили сотрудники редакции. В социальной сети все по-другому. Здесь вы видите аватары, комментарии, реакции всех, кто находится в одном с вами кругу. И нельзя в социальной сети приходить с требованием «Я тут самый главный, все слушают меня». Потому что это круг. Здесь важно видеть друг друга и договариваться. В сети вы можете в один клик отписаться от одного спикера и подписаться на другого. Это как если бы у вас в школе разрешили свободно переходить из класса в класс хоть 50 раз на дню. Можно, но тогда вы сами должны научиться выбирать, на какие занятия ходить, как выстраивать свою образовательную траекторию. В обычном классе все решено за вас. В обычном телевидении программу передач составляете не вы. Интернет пересадил нас из класса с партами в помещение со множеством групп. И мы не всегда знаем, как выбирать сообщество и как вести себя в таком многообразии. Те, кто вырос в эпоху соцсетей, с трудом смотрят в затылок друг к другу. Они привыкли видеть лица. За пределами школы они живут в мире, где сами подписываются на каналы. Те, кто помнит времена без интернета, разрывают от двух противоположностей. Мы выросли в классах с партами, а сейчас нам нужно научиться жить в мире множество кругов. А теперь представьте, как тяжело учителям и журналистам, тем, кто всю свою жизнь учил совещанию, а сейчас вынужден жить и работать в мире многоголосия. Обвинять друг друга просто, но бесполезно. Всем нам нужно учиться коммуникации, учиться понимать друг друга, договариваться, собираться в команды и находить решения ежедневных задач. Потому что интернет уже не отменит. Субтитры создавал DimaTorzok